и снова здравствуйте всем привет zebras 2019 и хотел сделать именно пиранью под будущую анимацию но это в следующем ролике то сделаем и давно у меня мечта открыл ежедневники свои там рисунки и вот давайте посмотрим как сделать магнитофон музыкальный центр погнали так начнем сначала мы включим примитив примитив возьмем первым делом куб вытягиваем куб шрифт левая рука мыши так control z так это control n удаляет модель опять вытягиваем если фишку прострелила жмем edit make polymesh теперь жмем floor для чего нам floor нам нужен размер вот этой модели и нужно ее сразу сделать поменьше большая не понадобится так смотрим когда что кстати увеличивать переносить и приближать отдалять это alt левая кнопка мыши если alt бросаем а левой кнопкой мыши вводим то вот получается такая если alt зажатый и левая кнопка мыши то переносим модель так shift левая кнопка мыши выравнивает модель и начнем с чего сначала мы так это значит фур включим нажмем x симметрию здесь вот у нас x и давайте так control z сделаем этому кубу сначала control d сгладим его получается у нас вот такая штукенция мягкая делу а вот теперь делаем дай нам из bands и вот у нас теперь закруглились края как в блендер сглаживание ребер так вот так теперь это дело все поставим это вот у нас музыкальный центр мы его делаем пошире правильно ну да вот таким вот образом это значит у нас сама эта коробка теперь нам нужно сделать что первым делом подкассетники и потом еще всякую шнягу так давайте вот так вот сделаем добавим теперь аппенд примитив так аппенд примитив выберем вот этот цилиндр о вы видите что он уже сглаженный уже он будет помягче и нам нужно его просто уменьшить давайте перекрутим подставим вперед развернем еще уменьшим и первым делом добавим сначала вот эту верхнюю часть это будет у нас вот такая штукенция что-то в таком духе теперь мы ее примечаем какую толщину нам надо вот сюда где-то выставляем так ну еще немножко о вот таким вот образом вытягиваем делаем всему этому опять же дай на мэш потому что это все дело нам так control z побольше резолюцию теперь делаем control shift прим рект и вот так все это дело обрезаем их симметрия можно у таку бамс и делаем модифит а поджим мира and на всякий случай так теперь что сделать еще выше поднять и побольше сюда вот так завести и немножко еще расширить вот получается вот такая штука это заднюю часть можно обрезать она нам не понадобится теперь можно использовать вот эту уже заготовку делаем дубликат опускаем этот дубликат еще больше его расширяем вперед его выдавливаем и вниз еще опускаем так чуть-чуть все конечно хорошо ну получается короче вот такая штука и нам нужно еще расстояние между вот этими частями дать так есть такое дело до теперь поправляем косяк вытягиваем делаем побольше его подравниваем и теперь нам понадобится опять же дубликат вот этой части или лучше опять же верхней делаем дубликат так вот этот дубликат и его опускаем с помощью гизма вниз опять же мы чуть-чуть увеличиваем это уже будет кассеты так получается вот такая штукенция все конечно хорошо только вот эту часть вот эту часть наверное мы все-таки вытянем вот сюда замаскируем вот эту часть делаем control и и попробуем все это дело вытянуть вперед и опустить еще так ну так как то поставим чуть-чуть под наклоном в снимаем маску и пытаемся опустить вот так чуть пониже и немножко в плюс ноль чтобы здесь появился вот этот уголок теперь нам понадобится какая часть вот это мы ее перекручиваем вот так выводим вперед где-то вот таким макаром даже вот так вот где-то чуть-чуть вот так все это дело так ладно возвращаем чуть еще угол поменьше сразу вытянем а потом перекрутим так выкручиваем вот так вытягиваем все это дело так control и значит вот так вперед теперь control и все перекручиваем и подаем как будут вперед вот так вот таким вот образом снимаем маску так и теперь нам нужно вот это все дело обрезать и чуть-чуть сюда посадить вот так чуть-чуть пониже его и можно даже еще немножко растянуть так ну в принципе заготовка получилось только вот можно теперь их побольше даже вот эту часть перекрутить выбираем теперь где у нас будут кассеты вот эту часть и надо ее сплюснуть так control z control z control z иксимметрию отключим и попробуем просто вот без иксимметрии так перетягиваем это дело все на край так пока пойдет потом обрежем так нижнюю часть можно сразу обрезать вот так вот вот даже не так на control z будем резать control shift вот это тримку потому что нам нужно ее отсобачить под углом во и получается нам нужно ее чуть-чуть угол дать здесь во теперь у нас получается нормальный кассетник делаем геометрии модифитопол дж мира control z проверяем смотрим что зазора не остается между вот этими частями делаем мира and well это слишком много это слишком мало control z нет чуть-чуть уводим так вот и чуть-чуть уменьшаем вот так вот теперь поработаем значит над чем вот это дело мы вытягиваем побольше вот так выбираем теперь вот эту штукенцию значит длинную и нужно ее тоже обсобачить а теперь растянуть и чуть-чуть перекрутить его уводим чуть-чуть назад ну вот уже нормально теперь так не insert делаем up and добавляем значит цилиндр м цилиндр переключаемся фрейм опускаемся и короче все это дело опять же уменьшаем подгоняем перекручиваем вот так вот так поровнее надо теперь опять же скайл сплю с ним все это дело уменьшим подведем вот сюда вот так вот вот так вот можно по центру поставить вот эту вот функцию для звука и делаем теперь control d чтобы она смягчилась теперь делаем galore и делаем дай на мышь это маловато добавляем резолюцию так как модель у нас маленькая все нормально так есть такое дело теперь добавляем монитор монитор мы добавим open добавим с куба опять же n выбираем куб выбираем вот так это уменьшение так опять же уменьшаем сплю с ним опустим вот ниже это будет монитор сначала мы его вытянем размеры мы дадим так control z не крутим так это вот будет у нас монитор вот так вот и монитор вводим вглубь вот так он должен выпирать даже можно его чуть-чуть вот как бы боком поставить вот так и сделать control d смягчить все это дело ну и дай на мышь пока не делаем пойдет пока теперь нам понадобится опять же дубликат вот этого куба делаем дубликат уводим сюда уводим сюда делаем ему скайл вот такая штукенца поднимаем ее кверху так смотрим что тут получается чтобы у нас получилась кнопка бэмс так это крутилка вот вот чуть-чуть ее поменьше вот так вот ну чтобы она опять же выпирала теперь control левая кнопка мыши такую же добавляем внизу кнопку эту кнопку теперь выводим вот сюда перекручиваем так перекручиваем так и и теперь немножко ее сжимаем и что должно получиться получится должна где-то вытягиваем вот такая штука вот так вот и вот так вот измельки и третьего в фону вот так вот чуть-чуть перекручиваем так вытягиваем еще одну кнопку через control левая кнопка мыши и еще 1 3 хватит на и до 3 кнопки хватает чуть-чуть кривовато но подкорректировать потом можно так вот так вот маскируем и чуть-чуть как он тоже control и и чуть-чуть подкорректировать его нормально теперь нам понадобится опять крутилка это значит она вот она делаем control вставим ее вот сюда но теперь она должна быть поменьше так продолжаем добавлять кнопки снимаем маску выбираем теперь вот эту кнопку control и инвертируем так control z через alt давайте поставим дизму вот к этой кнопки делаем control вытягиваем дубликат и подставляем ее вот сюда теперь нам нужно и растянуть это будет как бы центр музыкальный ну этот под диски так это вот чтобы по центру как бы стояла теперь делаем control опускаем вниз и все это дело вот это с плюс ним так вот гизма уберем и сразу посмотрим чтобы все нормально здесь стояла да так чуть чуть выше поднимем вроде нормально теперь гизма и делаем control control и вот так вот побольше кнопок так контрол z выбираем теперь вот эти кнопки нижние control control и и подгадываем чтобы ровно будет теперь control опускаем тоже эти кнопки делаем теперь скайл и уводим сюда вот в бок ну да нормально так чё там получается тут уже поближе их на оба посадить так 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 ну надо же теперь тут на кассеты добавить какую-нибудь штукенцию правильно можно скачать рисунок потом сделать именно барельеф какой-нибудь узор вот этого лицевухи и подставить сюда ну пойдем делать как мультяшные значит так опять же control снимаем маску выбираем control маскируем одну кнопку control и и опускаем эту кнопку значит вот сюда так это теперь штукенцию нужно вытянуть и растянуть ну большую не надо ну опять же чтобы красиво было чуть-чуть это все делать тоже перекручиваем и подгадываем вот таким вот образом ну и control вот сюда нужно будет поставить просто здесь уже нельзя использовать мир будет вообще одинаковые кнопки вот что с левой стороны будет и с правой так ну все вроде центр намеченный тут можно еще потом скалы какие-то добавить там еще что-то можно его потолще сделать давайте попробуем так n выбираем центр можно допустим так что еще можно сделать так control z control ctrl d добавляем divide и маскируем где-то допустим вот тут вот такую полосу делаем control и и делаем теперь skyл вот так вот вот что-то в таком как боковая ну панель получается отбитая такая ну в принципе пойдет на центр похож на теперь самое прикольное выбираем n выбираем так куб у нас есть делаем дубликат выбираем гизму и вытаскиваем сюда вот куб так теперь его сплю с ним это будет динамики уже вот так вот так смотрим сетку геометрия делаем дай на мэш ну а теперь моя любимая кисточкой клей билдоп опять же мы ставим ее тернина . на четверочку сетку отключаем и пока давайте порисуем что-то вот в таком духе рисуем вот так вот так вот так здесь рисуем пока вот таким вот образом вот такая штука получается нам нужно теперь что сделать вот это все дело замаскировать вот таким вот образом так и чтобы динамики вот эти ну центр нам глаза не мозолил давайте его отключим чтобы было удобнее работать так вот такая штукенция выходит а теперь control и и вот это все дело смотрите что делаем бэц уводим вглубь теперь мы это все дело сжимаем получается что то в таком духе и делаем всему этому дай на мэш во конечно лучше было наверное вычесть да давайте вычтем чтобы с этим геморроем то они возиться добавляем добавляем значит append и добавляем цилиндр теперь n находим цилиндр в конце саптулов делаем всему этому значит скайл делаем ctrl d смягчаем все это дело геометрия делаем всему это так дало удаляем делаем дай на мэш перекручиваем dance подставляем расширяем углубляем вот так вот так и немножко наверное все таки расширим вот так и выведем как бы вперед ну вот и все теперь делаем вычитание значит находим n находим окей и делаем ctrl левая кнопка мыши вычитаем теперь смотрим что у нас тут с полигруппами должна в принципе быть одна а нет делаем теперь ctrl w и делаем геометрии еще раз наверное дай на мэш так сетку отключаем и погнали лепить так здесь у нас на дата на двойку и погнали значит здесь у нас будет губы так вот это мне уже ctrl z не нравится почему потому что я не поставил на браш автомаскинг так чтобы у меня другие части не вминались так здесь у нас будут губы тэнс 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 ага все хорошо но нужно вот еще что сделать вот так вот маскируем вот так вот раз и нам нужны щеки вот проблема в чем можно конечно тут же с кубов добавить да давайте так будет наверное лучше так добавляем опять же n выбираем куб делаем ему опять же дубликат и опускаем его вниз теперь подставляем и делаем щеки это все значит мы уплотняем делаем потоньше вот так вот так тоже уплотняем и вот так тоже вот у нас получается щеки теперь нам нужно мог топологи и все это дело вот так вот аккуратненько 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 куда-то вот допустим выводим здесь можно даже щеки как бы под надуть вот так вот вот и теперь это дело вот сюда тянем вот 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 как сделать тут такое именно такую же щеку если у нас стоит не по симметрии а мы делаем просто модифитов по лоджи мира and well тогда удаляем сначала все это дивайды вот это дело маскируем а эту щеку просто подводим вот сюда вот такая штукенция получается снимаем маску делаем всему этому теперь дай нам из control z меня это не устраивает надо добавить дивайдов опять же все вот это меня устраивает и теперь все это дело объединяем делаем наш даун и опять же control левая кнопка мыши дай нам эш теперь все это дело выглаживаем тут короче тут теперь попер скульпт есть чуть-чуть потом доработаем где-то вырежем где-то добавим что-то делаем кисточку теперь побольше вот эту часть мы как бы придавливаем эту часть как бы кверху поднимаем и как вот в бок уводим такого сзади тоже где-то что-то под надуть эту часть сюда уести эту чуть вперед у вытянуть ну такая штукенция получается так мы погнали лепить так тут опять придется лепить без симметрии но тем лучше будет модель так здесь у нас значит получается небо так фур я отключу здесь у нас получается небо так вот здесь у нас получаются губы здесь вот тоже губа как бы уходит таким вот образом здесь тоже на побольше так вот эту часть мофта поладжи нужно тоже на отдавить о кисточку делаю поменьше и погнали нам нужен вот это вот и пород мы его тут намечаем alt левая кнопка мыши еще углубляем вот таким вот образом здесь вот так как горло красиво так делаем вроде как а здесь этот как гортань вот пока наметка есть тут даже гортань можно чуть вот и тут то что висит побольше сделать так а теперь нам понадобится именно что понадобится язык предлагаю язык сделать значит если аппенд добавим опять же куб н переключаемся на куб фрейм все это дело гизму уменьшаем все это дело делаем ну сплю с ним тут тоже еще сплю с ним еще поменьше сплю с ним в и подставляем вот сюда вот таким вот образом сразу пока динамыш не делаем 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 ctrl d смягчаем все это дело кисточку побольше так вот так вот она не тянется печально значит делаем динамыш делаю побольше и байдов не тянется я же не той кисточкой тяну вот так вот так язык то что он станет тонкий где-то допустим вы не парьтесь мы его всегда можем надуть так что тут получается ну что-то в таком духе где-то вот так вот должно это дело как-то выглядеть и немножко наверное все таки пониже вот сюда так да чтобы у нас горло было все таки видно опять же язык нам симметричный не нужен чтобы это все дело как бы ну нормально выглядело да живенько так ну и опять же не надо чтобы язык нам перекрывал вид глотки да мы его можем чуть чуть ниже опустить вот и так побольше так глотка теперь видно язык чуть чуть вот эту часть сюда там чуть чуть потоньше ну так как бы на две части чтоб делился во так во пробуем пробуем ввести назад немножко так как бы перекрутить это потом поэкспериментируем не суть вопроса нужно так чтобы ролик не затянулся так теперь нам понадобится что опять куб давайте опять сделаем дубликат от этого куба делаем дубликат и опускаем его на самый низ чтоб не путаться так так что нам теперь понадобится икс симметрии отключаем английская икс и вот это все делаем бам так кто догадался что это будет да что это может быть такое это будут зубы и теперь все это дело мы подставляем вот сюда dance ну будем их ставить чуть чуть под наклоном вот так во и чуть чуть их поменьше чтобы их было как бы побольше что ли так теперь control левая кнопка мыши и вот так вот все это дело усаживаем так смотрим значит этот control z снимаем маску чуть чуть это дело можно растянуть как-то поднять повыше наверное где-то что-то утянуть вот а теперь возьмем один этот зуб control и и как раз вытянем еще его наверное ролик будет этот долгий так так а давайте сделаем как будто зуба одного нету так и вот так его чуть перекрутим и подсадим вот сюда и подведем чуть повыше вот вот так будет уже получше выбираем теперь кисточку мофта положи и вот эти зубы чуть чуть корректируем вот вот так тут что у нас с ними чуть повыше чуть подальше нормально что можно сделать еще один зуб от маскируем control и и пусть у нас полностью будет пара зубов да так 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 что-то капризничать начал control z опа на ну сделаем тогда другим делом дубликат и теперь control w control shift вот вот эти зубы значит удаляем на этот оставляем модифика пол джидал хидан бэмс и теперь мы его смело ставим вниз он теперь будет у нас задран вперед вот так раз там был задран назад и мы теперь так вот control control чуть чуть это дело уводим опять же control ставим все зубы вот так вот control w нажимаем чтобы если что один зуб выбрать и потом доделать так выбираем видимость всего так здесь у нас все нормально можно ему телести добавить там всякую шнягу так теперь корректируем зубы так один можно повыше поставить один как бы в разбег все-таки динамик старается поет зубы тоже должны быть разные а то получится а то получится потом нехорошо вот так уже мне нравится ну а теперь нам что нужно динамики вот эти добавить а ну-ка что получается очень tense ну неплохо так а динамики с чего сделать то давайте выберем append выберем вот этот торус н сделаем ему ctrl d ctrl d чтоб он мягче был делаем геометрии и делаем значит что динамеш потому что сейчас мы его будем вычитать о вот ctrl z тут я чуть-чуть переборщил с резолюцией о вот это пойдет уже и мы теперь вот это все дело попробуем скайл и попробуем как он будет тут смотреться так если мы это все дело уменьшим один динамик должен быть большой вот тут где-то ничуть не против ну ладно вот так будет d и теперь добавим что добавим up and добавим сферу n сферу выбираем опять же ей делаем скайл уводим сюда все это дело подгадываем так и вот эта сфера одна нам понадобится значит сразу делаем ей геометрии динамеш ctrl d ctrl d дивайды сразу удаляем так еще ctrl d чтоб лучше вычиталось и делаем ему дубликат так дубликат пока пусть повисит а эту мы подставим вот сюда к гладу динамику типа вот так вот поставим прозрачность уменьшим смотрим чтобы у нас стенки были вот этого торуса более-менее одинаковые вот так вот так и делаем всему этому значит вычитание вот этому ставим вычитание а вот с этим объединяем маршдаун так вычитание прошло ctrl d ctrl d чуть-чуть конечно да